Больные раком малыши, подопечные Камчатского благотворительного фонда «Спаси жизнь» не останутся без жилья. Скандал с возмущёнными соседями, которые ещё вчера хотели выселить детей из своего дома, удалось решить мирным путём, после того, как к проверке подключились сотрудники МВД Москвы. «Проверили все документы родителей, собственников фонда и сказали, что никаких нарушений абсолютно не выявлено, что всё по закону, договор заключён с хозяином квартиры, дети могут там жить. Дети никакой опасности для общества не представляют. Строго говоря, это общество представляет опасность для наших детей, как в плане инфекций каких-то, именно поэтому дети наши носят маски, так и в плане таких нервных стрессов, которые происходят». Напомним, что квартира, о которой идёт речь, арендуется в одном из домов в районе Москворечья, неподалёку от онкоцентра имени Блохина, где проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями. Сейчас фонд «Спаси жизнь» арендует шесть квартир в рамках проекта «Добрый дом». В них живут семьи со всей страны. Все эти квартиры подобраны таким образом, чтобы дети и их родители могли без труда добираться до больниц. «Квартира находится рядом с центром, буквально в 10 минут на автобусе, в 20 минут пешком. То есть детям нашим в общественном транспорте нельзя ездить, пешком можно ходить, потому что на улице ребёнок не так может подхватить инфекцию, как в общественном транспорте. Так что буквально 20 минут, и мы на месте. Это очень огромный плюс, то, что она находится рядышком. Дети очень сильно устают после химии, и тяжело добираться, если бы эта квартира находилась дальше, потому что нам приходилось добираться с моим ребёнком 2,5 часа с Подмосковья. Было такое, что мы лечились, и когда мы первое время жили в Подмосковье, мы добирались 2,5 часа. И это огромный плюс, что она находится рядышком с онкоцентром имени Блохина. Сотрудники благотворительного фонда сделали вывод, что людям мало чего известно про рак. И нужно работать в этом направлении, чтобы подобные истории больше не происходили. С соседями произошёл непосредственный контакт. Им пришлось познакомиться, побеседовать и с председателем фонда, и с этими людьми. И когда уже ты лично с людьми разговариваешь, ты уже, наверное, по-другому начинаешь относиться. Так и эти соседи, которые были ярыми противниками, теперь перешли на сторону сторонников, друзей фонда. Они принесли свои извинения, сказали, что всё в порядке, съезжать никуда не надо. Мы придём, вас поздравим на Новый год, и вообще будем всячески участвовать и помогать. Главное, что сейчас онкобольным детям и их родителям не придётся искать новые квартиры. И они могут всё своё время посвятить лечению. Ведь для маленьких подопечных фонда это жизненно необходимо. Очень хорошо, что квартиру оставили, потому что там будут проживать дети, это будет хорошо, то что они там будут проживать. И вскоре улетят к себе по домам, уедут. Вот, потому что не хочется, чтобы все болели и всё остальное. Хочется, чтобы мир вообще был добрым полностью. Вот, ни одной капельки зла, чтобы всё было сияюще и прекрасно. Желаю всем скорейшего выздоровления и поздравления тем, кто уже выздоровел. Субтитры создавал DimaTorzok